Результаты Амурчан на международных соревнованиях Дети Азии, яркие футбольные встречи в Благовещенске, спортивные каникулы в детском лагере «Строитель» – об этих и других событиях расскажем в программе «Область спорта». Здравствуйте, с вами Руслан Козловский. Амурские спортсмены завершили выступления на международных играх в Якутске. Они представляли сборную Дальнего Востока и в некоторых из 24 дисциплинах заняли призовые места. Участие в соревнованиях приняли спортсмены из разных субъектов России, а также Белоруссии, Армении и Казахстана. Амурчане пополнили копилку Дальневосточной сборной медалями по вольной борьбе и самбо. Достойно выступили в состязаниях по дзюдо, легкой атлетике, греко-римской борьбе. 25 медалей за два соревновательных дня. Амурские бадминтонисты вернулись в соревнования из Читы. За первенство они боролись со спортсменами из Новосибирской, Иркутской областей и разных районов Забайкалья. В столицу Читы съехались более 100 участников. Состязания проходили в четырех возрастных категориях. Самым младшим – 8 лет. Амурчане завоевали 17 бронзовых, 4 серебряных и 4 золотых медалей. Еще немного о бадминтоне. Чемпионат России по этой дисциплине прошел в Подмосковье среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. Соревнования собрали почти 100 спортсменов из команд 20 субъектов страны. На нем выступала амурчанка Дарья Мелехова. Девушка впервые приняла участие в таком статусном турнире. Дебют получился успешным. Дарья заняла 5 место, выполнив норматив кандидата в мастера спорта. Кроме этого, перед чемпионатом прошла учебно-тренировочный этап с российской сборной в городе Егорьевск Московской области. Поддержку в этом оказали региональный Минспорт, администрация Благовещенска и бадминтонный клуб «Амур». В детском спортивно-оздоровительном лагере «Строитель» завершилась первая смена. Она проходила с 12 июня по 3 июля. В течение этого времени там отдохнули более 200 амурских ребят. Оздоровительные каникулы провели и 25 воспитанников спортивной школы Олимпийского резерва. Для ребят организовали тренировочные занятия. Кроме этого, они приняли участие в большой спартакеаде по 10 видам спорта – футболу, волейболу, плаванию, легкой атлетике. Вторая смена в «Строителе» завершится 26 июля. А теперь обсудим любительский чемпионат по футболу на призы губернатора. Напомню, первые игры проходили с ноября прошлого года по март нынешнего. Они собрали почти 30 амурских сборных. Сейчас за победу борется такое же количество команд. Сейчас завершилась Суперлига. В ней сошлись победитель зимнего этапа футбольный клуб «Благовещенск» и вице-чемпион «Динамо». Игра завершилась счетом 4-0 в пользу благовещенской сборной. Во втором матче на поле вышли еще два сильных соперника – «Факел» и «Квант». Разошлись они равноправно. Ничья 2-2. Так, футбольный клуб «Благовещенск» пока удерживает лидерство. У него 18 набранных очков. На втором месте сразу четыре команды – «Динамо», «Амур», «Факел» и «Квант». Победители и призеров также выявляют еще в двух лигах – первой и второй. Матчи проходят в свободном. Чемпионат продлится до начала октября, после чего все команды разделят между собой призовой фонд в 1 миллион рублей. В Тынде открыли обновленный стадион «БАМ». Капитальный ремонт провели при поддержке мэрии Москвы. Объект является одним из самых крупных в Амурской области. Здесь отремонтировали раздевалки, футбольное поле, площадки для игры в волейбол, баскетбол, городки. Сделали зону для тренажеров и отдыха. Привели в порядок секторы для прыжков в длину, высоту и толкания ядра. Оборудовали ограждения и парковки. Установили новое оборудование. Благодаря модернизации на стадионе будут проводить соревнования, мастер-классы от всероссийских звезд спорта. 10 августа в России отметят День физкультурника. К этой дате в регионе планируют провести большое количество спортивных мероприятий. Принять участие в них приглашают всех желающих амурчан. Для этого необходимо собрать команду из 8 человек, оставить заявку на сайте областного Министерства по физической культуре и спорту. Предлагается испытать себя в подъемах гири, наклонах, упражнениях на пресс, прыжках и подтягивании. Следите за достижениями амурчан и яркими спортивными событиями в эфире Амурского областного телевидения, в социальных сетях и на нашем сайте. Будьте в спорте! До встречи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова